Я серьезно отношусь к мистике, но я терпеть не могу бытовую мистику. Вот такую, когда вот прям тут, знаете, черти ходят тут, между чашек, рюмок. Вот такие вот простые вещи. Но если повернуть эту историю, скажем, в сторону телепатии или телекинеза, вот этот вопрос становится серьезным, если его обсуждать не как бабки на лавочке, там кто-то чего-то сказал, а по-настоящему. Ведь на самом деле то, что такие факты есть, это правда, они есть. То, что их много народу в разных странах мира пытались проверять естественно научными методами, это тоже факт. Я, кстати, в одной из таких проверок участвую. У нас, вот на биофаке, вот Канунникова, можете спросить, между прочим, он же там работал, у Васильева. Но кроме этого, была, я думаю, это 70-е, наверное, 70-е или 80-е годы, боюсь соврать точно, была комиссия образована в Академии наук по проверке вот таких вот телепатических фокусов. Вот, в нее входили очень серьезные люди. Это было не, это не для публики было сделано, это по-настоящему. Туда входили Лурия, туда входил Зинченко, старший, который экспериментально работающий психолог, не про душу, а по-настоящему. Вот, туда входили физики, туда входили фокусники, то есть она была очень умно составлена. Туда входили врачи, конечно, психологи. В общем, она укомплектована была, чрезвычайно грамотная эта комиссия. И они проверяли вот всех этих, это в основном женщины же грешат этими телепатическими этими штуками, они их проверяли. И я разговаривала с Зинченко подробно об этом, собственно, он рассказывал. Я ему говорю, ты мне скажи, есть или нет, вот на такой вопрос ответ, да или нет. Он сказал, да, но ничего не понятно. То есть они на самом деле наблюдали эти вещи. Он говорит, сам видел, например, жуткую вещь видел. Значит, сидела одна из этих теток, которая там глазами все двигает, там, с силой духа. Ну вот, перед ней, значит, поставлен крабок спичный. Вот так вот, что важно. Не вот так, а вот так. То есть узкой гранью. Вот она на него смотрит, и он делает вот так. Эта физика убила, потому что хотя бы он упал. Понимаете? Ведь это значит, что она не просто этим сатанинским сглазом своим его подвинула, она еще в нужную точку эту силу приложила. То есть он просто взял и отъехал. Он не на много отъехал, но ведь это не важно, на сколько. Он не на сколько не должен отъехать, так? Мы же должны это объяснить. То, что даже если он на долю миллиметра отъехал, то это уже никуда не годится. Здесь дело не в количестве, а дело... И вот так вот просто взял и отъехал. К ужасу собравшихся. Потом там была, значит, какая-то гражданка, которая какую-то сферу подвешивала. Ну вот. И что, чего они только не делали там. И проверяли со всех сторон, нет ли нитей каких, нет ли магнита. Я же говорю, там были физики и фокусники. Это как раз говорит об уме организаторов. Ну, непонятно, что происходит. Была массовая проверка, ну массовая, массовая здесь вообще не бывает проверки. Значит, появились эти самые часы кварцевые, которые не тикали. То есть по звуку нельзя было, да. И заклеивали, ну точно выставлены часы экспериментаторы и часы, ну до секунды, все как следует, да. Заклеивают пластырем часы. Она вот так вот руку кладет и говорит, 3 часа, 15 минут, 17 секунд. Ну это же жуткое дело, правильно? И масса народа, у которых есть такое вот чувство времени. Но не секунд же, вы как биолог, согласны, не может быть никаких 17 секунд. Может быть плюс-минус там 2 минуты, пожалуй, 3 часа 10 минут. Таких людей много, которые вот это вот, есть какое-то у них это чувство времени. Но не до секунд же, она просто читает. Я говорю, ну хорошо, они ей морочат голову. А сейчас 3 часа там 23 минуты, 16 секунд. Ну что это такое? У нас в лаборатории, я уже в институте Сеченова работала. И у нас, да, у нас проект такой был, у нас американка одна довела, значит, которая этой парой психологии занималась, психолог. Она какой-то грант получила, приехала к нам и начала таскать всех этих теток, которые наложением рук там действовали. Боже, как мы их только не проверяли, вы даже представить себе не можете. Значит, слух проверяли, ну аудиологическая лаборатория, как следует. Не слышишь, не слышишь, а точно, мощными аудиометрами. Зрение ультразвуком фокусированным проверяли чувствительность рецепторов разных. Может, она тепло, как-нибудь там ловят не так. Ну, в общем, со всех сторон было проверено. Ничего, кроме одного. Которое было, что они почти все сильно правополушарные. Вот это было. Но для этого не стоило, как бы, и такое уж исследование проводить. Потому что это можно было, исходя из общих знаний, догадаться, что это может быть. Потому что правополушарие больше всего похоже на интуитивные, бессознательные, подсознательные вещи. То есть это как бы его такая сфера. Вот если описывать правополушарные функции, то они в большой мере совпадут со списками, которые идут на бессознательные и подсознательные процессы. Всякие инсайты, предвидения, какие-то там вещи сны. Вот это все правополушарные фокусы. Поэтому тот факт, что у них по нашим тестам. Вот это действительно было показано, что они правополушарные все были. Но это очень мало информации. Ничего, никакие, ни кожное чувствительность. Ну, ничего, понимаете? Но все очень хотят эти сведения получить. Именно научные. Больше всего их хотят получить сами эти, вот кто верит во все эти парапсихологические вещи. Они просто мечтают получить научное обоснование. Они готовы все, что хочется, за это отдать. И это действительно проверяют. Но вы как человек науки, сами понимаете, наука требует повторов, статистики. А это та сфера, в которой их не бывает. Просто не бывает. Кроме того, очень трудно уговорить, сдаться на такое исследование людей высокого. Вы меня ждете, небось? Ну, вам придется ждать, потому что у меня интервью. Так что вы подождите. Через сколько придется? Ну, минут через 10. Вот, так сильные, типа джуны, скажем, вот звезды, да, они ни за что не идут на исследование. По какой причине? Они говорят, это стоит нам очень больших сил, что правда, судя по всему. И мы никому ничего доказывать не собираемся. Я точно знаю, что у меня такие способности есть, а ваши игрушки – это ваши игрушки. Они, как правило, ни за что на исследовании. А противоположные, которые еще не обрели, так сказать, статуса, они боятся, дурачки. Они боятся, что мы покажем, что они жулики, что у них этого нет. Они просто не знают, что мы этого не можем показать, потому что по вышеуказанной причине. Из того, что у них не вышло сейчас, не следует, что у них не выйдет через час или завтра утром. А потом не выйдет никогда. То есть это очень трудно научными методами поймать, под чем фокус. Это какая-то другая вещь. Но то, что что-то здесь есть, похоже на то. А вот, Татьяна Владимировна, тогда помните, такие же были эксперименты, когда вот с Мессингом, например, что-то сидел моторик. Это же, например, он использовал, он не знал, что он использовал. Я знаю, что он на психфаке сам учился. Да, да. Яска-то был грамотный. Ну, конечно. А это может быть с этим связано, что они используют реальные какие-то физические? Часть из них, несомненно. А может быть, даже и все они какой-то части. Все равно неприятность тут заключается в том, что какой-то процент, я не знаю, большой он или маленький. Думаю, что он маленький, но это как с этим коробком, понимаете? Либо его вообще нет, либо если он есть, то даже если это маленький процент реального, вот этого экстрасенсорного восприятия, этого уже хватит. То есть там есть факты, которые вроде бы ни во что другое не впишешь. Есть они. За счет чего это делается, мы не знаем. Бехтерева же очень этим интересовалась. Я вот с ней общалась последние годы, и мы обсуждали такие вещи. Она просто смелая женщина была. Она же рисковала сильно, между прочим, когда в слух такие вещи говорила и писала. Она рисковала своей научной репутацией, ни больше, ни меньше. Запросто могли сказать у старушки, конечно, ну это не стоит писать. Если не ошибаюсь, по-моему, часть ее работников мы засекретили, да, и отправили кого-то там в Москву. Это как по-моему, Князев рассказывал. Это я вот тоже слышала, но правда это или неправда, я, естественно, знать не могу. Но во всяком случае, она занималась этим, относилась к этому серьезно. Она говорила, что из того, что мы не можем объяснить, или из того, даже еще меньше, из того, что мы не можем это поймать, только следует, что мы не можем поймать, и мы не можем объяснить. Из этого не следует, что нет, вот, уже не говоря о том, что есть, ведь мы же знаем, и таких много случаев описано, когда вот непонятное попадание во времени вот такого чувства опасности с реально происходящими отрицательными событиями. Вот моя бабушка, моя родная бабушка, которая была абсолютно не мифотворица, вообще, я думаю, что она в жизни ни разу не сворала, вообще, вот, а она рассказывала историю, которой у меня никаких нет оснований не верить. А именно во время войны она была в Ленинграде, в блокаду, вот, и она в панике ночью проснулась, в необъяснимой панике. А мой будущий отец, потому что я после войны родилась, мой будущий отец, значит, был на фронте. Вот, и она металась, так сказать, там по дому, совершенно не понимая вообще, почему она в таком ужасе проснулась. А потом оказалось, что это был момент, когда он был ужасно ранен. Что это такое? Вы мне объясните. Есть отличный вопрос. У нас тоже читатели спрашивают, как вы считаете, что это информационное поле, то есть когда мозги, да, могут как бы обмениваться с ним? Мы, если честно отвечаем, я как ученого, если вы меня спрашиваете, я отвечаю, мы не знаем. Мы просто не знаем про это. Здрасте. А что это звенит-то? А, ну ладно. Звенит-извенит. Мы ничего не можем сказать. Может и есть. Тут вот как бы надо делить, понимаете, научных аргументов у меня для того, чтобы сказать да или нет, никаких нет. Разве что мы можем исходить из того, что если не доказано, значит нету. Да? Ну как бы наука привыкла так. Если мы говорим, что Земля квадратная, вот если сейчас мы скажем, то неплохо бы доказать. Правда? То есть поскольку весь мир... Это, кстати, как с сознанием. Вот если возвращаться к началу разговора, то Пенроуз, знаете, наверное, такого человека, да, вот он говорит последние несколько лет, он уже пишет это в разных книжках, он говорит, сознание никаким образом не вписывается в физическую картину мира. Говорю вам, как физик и космолог. Потому что его нечем взять. Нет его нигде. Эффект есть. Результат. Вот про ветер-то я вот начала. Вот это оно. Вот сознание как таковое не вписывается никуда. Значит, есть два варианта решения. Либо неправильная вся картина мира физическая, на что, согласитесь, никто не идет, потому что это перебор. Да, да. Либо его надо туда втянуть. Потому что иначе просто непонятно, что с этим делать. Как бы мириться нельзя с такой ситуацией. То есть все знают, что он есть, этот феномен, поскольку он есть у каждого из нас. Но что это такое, и как его поймать, не знает никто, и нет ни малейшей идеи даже. Как к этому подойти? Поэтому он говорит, я так, говорит, думаю, что это вообще имеет отношение к каким-то квантовым аномалиям или квантовым скачкам. Отдайте, он говорит, физикам эту историю, давайте мы будем над этим думать. А психологи, биологи, вы все отодвиньтесь, и философы тоже. Успокойтесь, вы эту историю проиграли. Он прямо пишет об этом. Понимаете, поэтому вот так же и с этим, это я почему вернулась как бы к началу, потому что когда вопрос с информационным полем, это вот такое же, понимаете, значит, если я это признаю, это значит, я должен, если я верю в то, что эти самые UFO летают, эти НЛО летают, тогда это значит, что я должна одновременно с согласием, я должна зачеркнуть все законы физики, которые человечество знает в данный момент. Как бы они несовместимые вещи. Если можно, вот не снижая скорость, и вот так вот пролететь, взять под прямым углом, повернуть и лететь дальше, и ничего со скоростью не произойдет. Вот если это можно сделать, тогда значит, наша физика вся неправильная. То есть это, нам не жалко признать, пусть там эти зеленые человечки там ходят по Невскому здоровью, если кому нравится. Но просто одновременно с признанием этого мы должны отказаться от всей научной картины мира, а это перебор. То есть должны быть аргументы очень серьезные, для того, чтобы вообще вся наука, все знание человечества пошло на такой страшный шаг. Поэтому мой ответ такой, я не утверждаю, что нет этого информационного поля, но я по этому поводу ничего не могу сказать. И никто. Никто.